Здравствуйте, товарищ Форох. Я вызвал вас на допрос в прокуратуру по унинизированным нескольким проверкам. В частности, еще по вашему заявлению о группировке ИРА прокуратура о беспределе ПД и покровательстве, вы были вызваны для дачи показаний по некоторым инцидентам, которые фигурируют в данном деле. В данный момент вы даете показания по собственной воле, без какого-либо давления. Подтверждаете ли вы данный факт? Ага. Также я хочу вас предупредить, что дача заведомо ложных показаний уголовно наказуема. Да, я знаю. Давайте, пожалуй, начнем с первого случая в деле беспредела ПД и покровательства. В случае, когда вас ударил сотрудник ФБ, можете прокомментировать данный инцидент? Что именно вы хотели знать? Хотите, я могу всю историю заново рассказать? Ну, я хотел бы узнать предысторию и последствия, которые последовали. А, последствия. Начнем с того, они меня хотели похитить. Когда я заметил, что человек выходит с дорогой машины, с дорогой, просит фляжечку попить и рыбки, то, сами понимаете, здесь что-то не то. Я написал своим, чтобы подъехали, меня подконтролили, потому что я 99% думал, что меня хотят гопнуть. Ну и как получилось, что как раз мои подъехали, я вышел, и они меня ударили, связали мешок на голову. И хотели увезти. Но мои подъехали, там задержали их, позвали копов. Но копы пришли, вместо того, чтобы объяснить, ну, разобраться в ситуации, взяли им штраф за это, выписали минимальный. А у нас там, покажи доказательства, покажи это. Как бы получается такая ситуация, что их как бы просто штраф, они хотели меня похитить, им штраф дали. А мы за самооборону, нам угрожали еще тюрьмой там. Так что, вот такая вот ситуация. Их отпустили за 5 минут, а мы там стояли еще с полицией, пытались нас посадить. Так что, вот так вот. Какая была сумма штрафа, если вы помните? Сумма штрафа была, я не помню, но небольшая. Там 5 тысяч, 7 тысяч, что-то такое. А вас задержали по какой причине? Чтобы доказательства подождать? Нас задержали в том, что мы задержали преступников с автоматом. Мы как бы, то что ранили его, нам нельзя было его задерживать. Мы должны были стоять и дать им меня похитить и увезти. Ну, я так это понял, от полиции. Поскольку, по ихним поступкам вернее. К сожалению, для того, чтобы более четко вынести, сказать, наказание для сотрудников ПД, мне нужно было бы более длинное видео. Но так как на тот момент вы не смогли его предоставить, я боюсь, что в данный момент вы просто не имеете более длинное видео на тот случай. Ну, я начал, у нас есть видео, вот само видео начинается тогда, когда я попросил наших бойцов подъехать ко мне, да? Вот оттуда начинается видео, и у меня вроде еще есть там, я вроде передавал моему адвокату пару видео по этому делу, как ввели допрос и как освободили там, за какую сумму освободили. Если вы предоставите данное видео, мне благодарен для того, чтобы вынести более четкий вердикт. Сейчас, секундочку. То есть, ну, я понял, да. То есть, был ли данный случай правомерным, то есть, правильно ли вынесли штраф, правильно применили статью, в случае, если все было правильно, то у меня не будет ртензий. Я думаю, уже неправильно, поскольку похитить меня хотели, да? И под конец еще задержали нас, да? Это как получается? Ну, за попытку похищения там есть статья. А вот почему-то ее не привлекли. Он, сотрудник ФБ, говорил, что он хотел со мной поговорить. Вот таким образом. Ну, и я добавлю, если бы хотел поговорить, он бы мне мешок на голову не ставил, руки мне не вязал бы. И хочу добавить, по ихним отношениям, можете увидеть, пожалуйста, что у нас там похищали уже не один раз, когда меры осторожности не соблюдали. И это факт. Ну, сейчас я посмотрю для вас видео, если у меня есть допроса. Ну, просто пока вы ищете, я могу вам сказать, если это от вас не отвлекает, статья 5 и статья 8. Статья 5 за похищение, статья 8 за попытку похищения. А то, что он мне мешок и связал, это считается попыткой или это уже похищение? Я думаю, это уже похищение, поскольку мешок на мне. Это уже на усмотрение полиции, но я думаю, что это будет похищение. Сейчас я зайду, посмотрю, может, у меня там есть. Я вроде сохранял. Продолжение следует...